Как сохранить стройность фигуры и красоты тела при помощи обычных средств, знакомых давно? Как можно избавиться от кератоза на ногах? Представительницы прекрасного пола тратят достаточно времени и финансов для того, чтобы оставаться в форме. Хитрости использования средства позволяют сохранить не только женскую красоту, но и здоровье. 8 неожиданных применений бальзама звездочка. Известная давно звездочка используется при простудных заболеваниях, но на этом спектр применения не заканчивается. Применять средства можно и при других возникающих проблемах. 1. Обертывание. Благодаря регулярному использованию бальзама со специфическим запахом можно избавиться от жировых отложений в области живота и боков. Для этого необходимо смешать бальзам с камфорой, пищевой содой и этиловым спиртом в равных пропорциях. Смешанные до однородного состояния ингредиенты необходимо нанести на проблемные участки и обмотать пищевой пленкой. Сверху полученный компресс накрывают плотной теплой тканью. Для максимального воздействия обертывания его необходимо оставить на ночь. 2. Избавление от натоптышей и сухих мозолей. Смягчить кожу на пятках и устранить шелушение позволяет применение всеми известного бальзама. Его наносят на участки, требующие смягчения, накрывают сверху полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой, надевают носки, оставляя действие средства на ночное время. После сна необходимо тщательно вымыть ноги, а огрубевшие участки обработать пемзой. Рекомендуется проводить процедуру до тех пор, пока кожа на пятках не станет мягкой. 3. Устранение головной боли. Головная боль доставляет массу дискомфорта, меняя обычный ход распорядка дня. Не нужно терпеть приступы головной боли. Являясь противником различных обезболивающих препаратов, можно обратить свое внимание на бальзам «Звездочка». Средства выпускают не только в металлической упаковке, но и в виде карандаша. Это позволит максимально комфортно нанести бальзам в область висков, тем самым устраняя головную боль. 4. Борьба с грибковым поражением ногтевой пластины на ногах. Неприятные ощущения зуда и дискомфорта при грибке на ногах поможет устранить бальзам. Метод хорош во время отпуска или же в походе, когда возможности посетить врача-дерматолога нет. На пораженный участок бальзам наносят несколько раз в день, захватывая немного здорового кожного покрова вокруг. 5. Помощь при повреждениях кожного покрова. Не допустить попадания в раневую поверхность патогенной бактериальной микрофлоры и развитие процесса воспаления позволит своевременная обработка бальзамом «Звездочка». Используют средства при ссадинах, ожогах и порезах на коже. Пораженный участок обрабатывают универсальной мазью для предотвращения попадания патогенных микроорганизмов. Помимо этого, нанесенный на повреждения бальзам позволит ускорить процесс регенерации тканей. 6. Местный обезболивающий эффект. Болезненные ощущения в области поясницы, верхней части спины или мышцах устраняются при помощи растираний с использованием универсального бальзама. Кожу в области проблемного участка растирают при помощи средства. 7. Уменьшение видимых растяжек. Стрии или в народе растяжки представляют собой дефект кожи, который не так просто устранить. Регулярное использование средства в течение нескольких недель позволит визуально уменьшить количество растяжек и их проявления. Важно отметить, что растяжки в некоторых случаях являются признаком серьезных заболеваний, среди которых гиперкортицизм, синдром морфана и болезнь иценко-кушинга. Появление стрии характерно для людей, принимающих гормональные препараты. Помощь в лечении гематом – восьмой способ применения универсального средства. Мазь помогает уменьшить размеры гематомы после удара, а также помогает быстрее синяку рассосаться. Наносят бальзам несколько раз в день, до того момента, пока болезненный синяк не пройдет. Бальзам «Золотая звезда» или «Звездочка» имеет ряд противопоказаний. Не рекомендуется использовать средства людям, обладающим индивидуальной непереносимостью компонентов, входящих в состав бальзама. Запрещено наносить мазь на кожу людям, страдающим от серьезных дерматологических заболеваний – пиодермия, дерматит или экзема. С большой осторожностью применяют средства при бронхиальной астме, а также не рекомендуется применять его людям с эпилепсией или склонностью к судорожным явлениям.